Здравствуйте, мои хорошие! С праздником вас! Надеюсь, вы отдыхаете хорошо, возможно, на даче. Правда, погода немножечко испортилась, но не в этом дело. Самое главное, что наступили праздники, и это время, когда мы можем отправиться на дачу или просто пойти в лес со своими друзьями, со своей семьёй. И вот именно на эту тему я решила записать для вас урок. Тема отдыха, но она касается больше, конечно, дачной темы, когда вы, например, берёте все необходимые вещи, подготавливаете и едете на дачу, чтобы провести выходные просто незабываемо. Итак, поехали! Отдых! Le repos. Le repos. Le repos. Итак, первая фраза. Мы едем на дачу или в деревню. Nous allons à la compagne. Повторяем. Nous allons à la compagne. Nous allons à la compagne. Nous allons à la compagne. Молодцы! Дальше. Наши друзья едут с нами. Nous allons à la compagne. Ещё разок. Nous allons à la compagne. 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 Так, бабушка работает в огороде. La grand-mère travaille dans le potage. La grand-mère travaille dans le potage. La grand-mère travaille dans le potage. Вообще слово «работать», оно у нас как трава, да? Работать, то есть у нас прямо видим корень «trava», да? «Travail», да? La grand-mère travaille dans le potage. «Potage» – это тоже просто как огород. Так, я помогаю ей сажать цветы. Ну, просто как бы работа какая-то в огороде. Je l'aide à planté les fleurs. Je l'aide à planté les fleurs. Je l'aide à planté les fleurs. И вместе. Je l'aide à planté les fleurs. Так, дедушка ищет дрова, чтобы сделать, ну, разжечь костёр, да? То есть, «le grand-père cherche du bois pour allumer le feu». И вместе пытаемся. «Le grand-père cherche du bois pour allumer le feu». «Le grand-père cherche du bois pour allumer le feu». И еще разок. «Le grand-père cherche du bois pour allumer le feu». Молодцы! Так, я набираю воды из колодца, да? Ну, просто. Je tire l'eau depuis. Je tire l'eau depuis. Вода – это просто «le». Но «ло» как бы звучит очень грубо. Мы произносим «le». «Je tire l'eau depuis». «Je tire l'eau depuis». И еще разок. «Je tire l'eau depuis». Так, мои друзья маринуют мясо, да? Это как вот мариновать. Значит, «mes amis font mariner de la viande». Вместе. «Мез amis font mariner de la viande». «Мез amis font mariner de la viande». «Мез amis font mariner de la viande». Молодцы! Так, я нарезаю овощи для пикника. Ну, на улице, да? «Je coupe les légumes pour le pique-ник». «Je coupe les légumes pour le pique-ник». И вместе. «Je coupe les légumes pour le pique-ник». Молодцы! Так, я вскапываю землю на грядке. Грядка очень интересно произносится, да? «Plat-band». Как будто засажена, да? Итак, я вскапываю землю на грядке. «Je bêche la terre sur la plate-bande». «Je bêche la terre sur la plate-bande». И вместе. «Je bêche la terre sur la plate-bande». Вместе. «Je bêche la terre sur la plate-bande». Так, мои бабушка с дедушкой сидят на скамейке. Или на лавке. Ну, просто как бы, да? «Mais grand-parents sont assis sur la banque». «Мais grand-parents sont assis sur la banque». Молодцы! Так, «они дышат свежим воздухом». Да, но это действительно такая распространенная фраза, которую тоже можно отнести к данной теме. «I le respire la terre-frais». Обратите внимание, что «e-nt» – это окончание глаголов во множественном числе, когда это мы говорим о третьем лице, множественное число. И «e-nt» никогда не читается. Ни в коем случае это не «respirant» и даже не «respirant», если даже через «an» читать. «Е-nt» – оно пишется. Действительно, его сложно не читать, но оно не читается. Поэтому мы представляем, что «e-nt» просто нет. «I le respire la terre-frais». И вместе. «I le respire la terre-frais». Молодцы! Так, я чувствую аромат, получается, весны и костра. Ну, знаете, да, как пахнет весна. «Je sain l'arôme de printem et du feu». Еще разок. «Je sain l'arôme». У меня там опечатка, не «l'arôme», а «l'arôme». «Je sain l'arôme de printem et du feu». Молодцы! Так, после работы мы отдыхаем. Ну, логично. «Après son travail nous nous reposons». «Après son travail nous nous reposons». И вместе. «Après son travail nous nous reposons». Отлично! Так, мои друзья готовят вкусный шашлык. Шашлык очень произносится смешно, так, да? Но мы, тем не менее, должны знать, потому что это… С этим мы сталкиваемся. Это всегда, да, там, и летом, и, допустим, и в период майских праздников. Это очень распространено. И я думаю, то, что это полезно знать по-французски. «Mais amis prépare le bon châchlic. Точнее, châchlic. То есть здесь первое «ше», и «кэ» в конце должна быть и мягкое. «Châchlic» вместе. «Mais amis prépare le bon châchlic. Еще разок. «Mais amis prépare le bon châchlic. Молодцы!» Так, ну и последняя фраза. Да здравствует дача или деревня. Отдых от всей души. И вы со мной, конечно же, согласитесь, потому что, когда мы приезжаем из города на свежий воздух, на дачу или в какой-то загородный дом, то это действительно другое уже самочувствие, другое настроение, и вся суета нас просто покидает. Поэтому поехали. «Viva la campagne, le repos de tout l'homme». Еще разок. «Viva la campagne, le repos de tout l'homme». «Viva la campagne, le repos de tout l'homme». И еще разок. «Viva la campagne, le repos de tout l'homme». Молодцы! Спасибо, что вы были эти минуты со мной. Я подготовила урок практически уже такой зеленый, такой тоже мне нравится период весны. Особенно я люблю май, который такой загадочный, который уже предвещает нам лето уже. И я хочу, чтобы вы отдыхали с улыбкой на лице, набирали сил, потому что совсем недавно я открыла онлайн-школу «Cours France». Она открылась 1 мая. Ученики очень ждали открытия моей школы. Но, тем не менее, это не последний набор. Запись будет постоянно продолжаться, пополняться. И поэтому, если вам интересно узнать, какие уроки, сколько стоят и как будет все это проходить, под видео вы увидите ссылочку. Нажмите на нее и прочитайте всю информацию. А вам я желаю просто замечательного настроения. А с вами была Евгения.